Приветствую вас! Сейчас вам расскажу страшную тайну. Она не очень страшная, но действительно для многих может быть тайна. Почему Кремле так сильно недовольны оккупацией Крыма? Смотрите какая ситуация. На сегодняшний момент даже самые ярые сторонники Собирания земли русской как говорят, да, надо было не оккупировать Крым. Это действительно произошла ошибка и как результат налетели на санкции. Я потом объясню, почему они так не любят эти санкции. Но сначала пару слов. Пару слов, ну просто то, что вы все равно знаете, ну как-то так в суматохе вы забываете. Смотрите, все вот эти разговоры наших сведомых, что типа Путин хотел Крым там оккупировать, еще там 2000, это все ложь. Честное слово, ребята. Для России, для Украины Крым до оккупации идеально подходил. Хочу вам напомнить, Крым был автономным. И там, как бы сказать, депутаты, министры, все свои. Да, да, своя бита. Влияние Киева было ничтожное. То есть Киев так, ну, да, он не помогал, но он и не вмешивался. Мало того, обращаю ваше внимание, российский бизнес в Крыму чувствовал себя идеально. Просто, я вам серьезно говорю. Ну, вы про Лужкова слышали, но вы даже не догадываетесь, как успешно там работали российские бизнесмены. И построили, и продавали. Классика жанра. Классика. Вот, не знаю, то пошло довольно успешно. В Крыму строили дома, квартиры, и продавали москвичам. Да, такая политика была. Причем без проблем, никаких ограничений не было. Мало того, можно было даже продавать так интересно. Не расскажу, как, но работал. И да, действительно, шикарно. Просто шикарно. Обращаю ваше внимание, что в Крыму стояла не американская база, а российская. Господи. Да, действительно, на это неплохо зарабатывались. Строительное управление российского флота. Во. Мощная штучка. Действительно, там было, где развернулось. И получалось так. И российский бизнес, и украинский, крымский. Грех жаловаться. Маленькие нюансы. Смотрите. Для жителей России даже было выгодно ездить в Крым отдыхать. Они приезжают, меняют рубли. А цены-то тут, какие украинские, значительно ниже. Получалось, он поменял рубли? Ху, круто. Да? Ага. Вот тоже был. А сейчас? Уже все не то. Потом, для местных крымских. Идеальная ситуация. Сейчас понятно, что Путин гаечки закрутил. Типа, ребята, платите налоги. А раньше же такого не было. Раньше вообще сдаешь ты эти квартиры в наем для отдыхающих. Никаких налогов. Что ж личницы. Да какие там, ну что-то минимальные. То есть, идеальная модель была. Для крымчан хорошо. Для жителей России. Для жителей Украины. Все нормально. Есть военная база там. Причем, вы знаете, что было очень выгодно, как на военной базе платили российскую зарплату. Вообще круто. Получается, рублях тратишь в гривне. Да, вообще. По этой причине, ну скажем так, оно всех устраивало. Абсолютно. И по этой причине вот эти разговоры, что вот так. Ой. Вспомнил. Там один подставной адмирал. Клоун. Просто клоун. Рассказывал. Американцы хотели сделать базу. Знаете как? Они по школам ездили. И хотели базу в школе сделать. Идиот просто. Ну, тут такие. То есть, две крайности. Одни говорят, что там Путин же хотел захватить. Зачем? Если все устраивало. И другие говорят. Да нет, американцы. Какая база? Там российская база была. И все. Все. Все было хорошо. Пока. Ну, многие говорят, что, конечно, там просто эмоции перехлестнули. Не только Путин, а остальных тоже. Понимаете-ка ситуацию. Все-таки Путин очень надеялся, что Янукович выиграет. Ну, имеется в виду на Майдане. Если бы не было Майдана, еще раз говорю. Если бы не было Майдана, Крым бы был в составе Украины. Серьезно. Ну, просто бы не было Майдана, не было остальных последствий. Получилась ситуация. Янукович проиграл. Я, конечно, не могу вам представить документы, подтверждающие, но, скорее всего, действительно, то, что говорили люди, Путин, скорее всего, предлагал Януковичу, еще когда был Майдан, помочь разогнать Майдан. Думаю, предлагал. Янукович точно отказался. Почему? Зачем? Я не знаю. И, понятное дело, когда он проиграл, убежал, потому что, понимаете, какой удар по имиджу Путина. Он на него делал ставку. У него там, что называется, ну, помогал ему президент избираться. И вдруг. Вы что? Вот как? Как? И тогда действительно психанули. Все. Захваты. Это, конечно, величайшая ошибка. Сейчас, говорю, сейчас, ну, в окружении, близко к императору, вы не найдете ни одного, который говорит, что это не ошибка. Сейчас объясню, почему. Я объясню, почему санкции, ну, скажем так, Кремлю не нравятся. Я знаю, знаю, что вы там, да, вот санкции, не, не, не. Это все чепуха. Золотой люльтой резервы, там, нефть, газ. Это их не интересует. Им на это глубоко наплевает. Смотрите, до оккупации Крыма, до введения санкций, было такое, как бы, ну, негласное на соглашение, но оно работало. Согласно которому российские бизнесмены, российские чиновники имели возможность, ну, скажем так, немножко заработавшие в России, это все держать за границей. Ну, то ж не тайно, что многие чиновники, дети, граждане США. Жена, гражданка США. Любовница или любовник, уже зависит, гражданин США. Деньги там, дома там, ну, или в Европе, какая разница. Почему? Ну, вы поймите, конечно, когда ты выступаешь на трибуне, Россия превыше всего. Но, в принципе, если вы действительно достигли такого серьезного уровня, вы понимаете, что в России хорошо зарабатываете. Но лучше на пенсии и лучше, чтобы твои дети были там. Это работало. Это действительно классно работало и, в принципе, удовлетворяло. Ну, и говоря уже про бизнес. Потому что вы сами понимаете, что в мире оно все взаимосвязано. Там деньги, там кредиты, там долги, там поставка. И до Крыма, несмотря на все... Вот все вспоминают. А вот вы помните список Магницкого? Санкции. А вы вообще помните, что это были за санкции? Не помните? Сейчас вам напомню. Сейчас напомню, ребята. Тем более, это мне напомнили российские политологи. Это были так званые, как бы, имитация санкций. То есть санкции вели против тех, которые, по большому счету, считали, за жаднее мере. О, вот сейчас вот Россия ввела санкции против некоторых слуг народа. Хе, ну и ввела, и что дальше? Ну, вы понимаете, что вот такие санкции, как по списку Магницкого, или как сейчас для слуг народа, они вообще никакого значения не имеют. Потому что и так было понятно, что эти не будут ездить в Россию, а эти россияне счетов в американских банках не имели. Поняли? До Крыма. А после Крыма началось. Почему и возмущается. Смотрите, что произошло. Ну, кроме этих официальных санкций, произошла ситуация, когда финмониторинг американский начал очень принципиально предъявлять претензии для граждан России, для родственников граждан России, ну, имеется в виду вот таких вот, ну, и для имущества. Мало того, он начал, некоторые банки, которые, ну, как бы, немножечко закрывали глаза по поводу того, что в них есть счета некоторых граждан России, которые попали под санкции, так, такое было. И как с размаху шарахнул, про Балтики размахнули, банк закрыли на ночь. После этого испугались все. Все! Ну, понимаете, никто не хочет, ну, поймите, тоже немецкий, французский банк, ну, зачем ему за вас совесть? По этой причине, да. И в результате в людей начались проблемы. Колоссальные. Почему они недовольны оккупацией Крыма? Говорят, ну, что? Говорят, мы ее оккупировали. То есть, 7-минутная выгода, да, показали всему, что мы там вот, наш Янукович проиграл, а мы тут. А дальше что? Дальше. Как санкции отменить? Как вернуть тот статус, который был раньше, чтобы можно было спокойно покупать дома в Фариде, спокойно жить? Как? Вот проблема. Понимаете? Это не просто быть супер проблемой. Мало того, вы же понимаете, у людей же там уже есть дома в Фариде. Они сейчас в подвешенном состоянии. Понимаете? Очень подвешенном. И люди в шоке говорят, ну, что же ты наделал в конце концов? Смысл? Что, в Крыму отдыхать будем? Что же, идиоты, что ли? Дома что во Фариде, а не в Крыму. Разница. Крыму это для таких простых, для нас же крутых пацанов над другой. Вот основная проблема. Почему действительно окружение, Крымля ужасно недоволен оккупацией Крымом и считает это величайшей ошибкой. Ну, ужас заключается в том, что они знают, как это исправить. Они уже и так, и так, и этак. Ну, вы же, тем более, в чем специфика, понимаете? Получилось, как, знаете, мяч на стороне США. На сегодняшний момент любому президенту США не надо даже что-то придумывать. Ну, там, или даже какую-то, знаешь, третистепенную причину. Там, кто-то, где-то, что-то. Все, все, Россия виновата. Понимаете как? Все. Потому что после этого Крым, Крым, вообще, по большому счету, если верить некоторым российским политологам, ну, я думаю, так, скорее всего, было. В окружении Кремля думали, что будет с Крымом приблизительно так, как с Абхазией. Ну, вы помните, что после того, когда вот вот это вот грузинско-абхазско-сетинская война, ну, Россия признает Абхазию, Южно-Осетия, да, тогда же, помните, мировая общественность возмущается и так. Ну, все как бы сошло. И тут они были уверены, что где-то так получилось. Ну, годик там, попурчат, повозмущается и все, и можно будет работать. А не тут-то было. Сколько прошло, ну, нельзя. На сегодняшний момент, действительно, ну, ребята в шоке говорят, что делать. То есть, понимаете, какая ситуация? Держать деньги в России, это, ну, надо быть полным идиотом. Понимаете? Потому что Россию отобрать могут сразу и ни за что. Держать там. Вот раньше было хорошо, а сейчас получается как бы стремновато. Сейчас, конечно, некоторые перешили в евро, типа попрятались. Но, говорит, тоже, понимаете, какая ситуация. Ну, евро-то евро, но если теоретят, ну, и это в евро, ну, не захотят. Ну, есть еще альтернатива. Знаете, какая? Ну, грязная офшора, но это еще хуже. Это вообще, конечно. Ну, это же, знаете, равносильно, что вы, знаете, с крутого офиса переезжаете в какое-то побитое здание, говорите, ну, вот, ну, это же не серьезно. Так что, это вот проблема, ребята. Серьезно. И как ее решить, никто не знает. Вот так вот один раз сделают ошибку, там все мучаются, а вы-то думаете. Так что, трагедия, трагедия, трагедия. Вот такая ситуация. А, ну, еще, конечно, смешная ситуация, ну, это мне, ну, самым интересным жителем Москвы жаловались. Оказывается, что все деньги идут в Крым. Все вот отбирают в Москву, в Крым. Ну, это уже, они, конечно, врут, но уже начинаются вот эти, знаете, такие бытовые обиды. вот, мы их освободили, мы их кормим, они, они, сцены на комнаты подняли. Ух, какие хорошие какие. Это все два года. Велетерезен, мяя. Все,